а смотрите ребята наконец-то мы попали в нормальную волну я честно этим летом пока не наблюдал такого он смотрите почти до это до колонн доходила вода до вот это да сегодня будет классно на волнах попрыгать пока с утра вот так достаточно пасмурно но после обеда будет солнце будет очень хорошо но она сейчас периодически так вылазить видите вот сейчас вышло солнышко смотрите как вид меняется какая красота вообще полетела на взлет зеленоградский мы сегодня ребята 20 июня сегодня видите какой ветер сильный температура достаточно теплая днем будет больше 20 градусов водичка уже 18 ну что морю давно на волнах не прыгали пойдем купаться вот сегодня ребята мы купались волнах прыгали там бесились знаете так интересно волны такие выемки выбивают в песке прямо пац по колено потом пац по пояс такие вот приключения интересные вода теплая 18 я думаю ветрено волны но классно мне понравилось вон там девушки купаются полный сегодня классно я давно таких не видел в смысле в этом в это лето мне такие еще не попадались и они это вот тут немножко от берега есть подтягивать так туда дальше нет а здесь около самого берега тут тянет волной в море 20 июня мы в зеленоградске пустующее море наша балтика сегодня разбушевалась вон нам кричат не знаю чё кричат но может быть молодцы а может просто странно хорошо вот солнышко вышло баллы смотрите какие огромные приличные снимал снимал оказывается в том что я ничего не снял вот так у меня бывает вроде кнопку нажал на съемка на самом деле нет на кричались на орались что там за девушка я так и понял что ты про нас рассказывала лена привет давно такой балтика не было классно там на горизонте вон ребята летают по волнам здорово на этом месте к аромат а у а у а а у а а а а а а Тоже картинки, кто знает, кто намалевал их, для чего. Солнышко то скрывается, то опять выходит. Я хотел вот эту скульптуру вам показать, потому что мы тысячу лет около нее проходили, все время мимо. И как раз солнце исчезло, вот обидно. Вот такие залки. Сегодня тоже хорошая видимость. Косу видно далеко-далеко, вплоть до Литвы, да, самое, да? Шучу, конечно, не так, но все равно. Это наш амбар и дача. Популярное кафе на самом берегу. Вот видите, в море какое у нас разных цветов. Где солнечко падает, один свет, где его нет, другой. Вот, ребята, я сегодня все-таки дошел до сковородки, но у нас сегодня здесь детвора. И причем везде детвора. Активно здесь место-то хорошее. Ветра нет, и детишкам комфортно их позагорать и поиграть. Ну, я первый раз, естественно, такое вижу. Обычно здесь загорают взрослые. И правильно я, значит, сделал, что не пошел с утра сюда. Вот так. Вот здесь в парке, ребят, тишина вообще. Сразу чувствуется тепло. Мы от сковородки поднялись к озеру. Меня интересует вот тут. Я смотрю, работу эту закончили. И берег оформили вот этими деревянными сваями. И теперь здесь все очень красиво. О, сколько здесь цветов, ребята. Прямо обалдеть. Смотрите, потом, наверное, по той дорожке пойдем, посмотрим поближе. Вот, видите, весь берег оформили такими деревянными. И тут, наверное, будут тоже клумбы. Я так думаю, потому что земля, наверное, будет очень здорово. Когда всю эту работу закончат. Фонтанчик что-то не работает сегодня. О, смотрите, сегодня какая случайная встреча. А что это вы тут, девушка, делаете? Вы же на море всегда. Ясно. Дом для птичек плавает тут посередине озера. Короче, видите, тут получается вдоль всего озера работаете, производились. Теперь они практически закончены. Деревянными такими сваями, я бы сказал. Все сделали. И там дальше после них земля. Я думаю, там потом клумбы сделают. И будет вообще красиво. Да. Какая тут тишина, ребята. Тут так классно. Прямо жарко реально. А на море прохладно, там ветер дует. А куда же ветер девался тут? А посмотрите, что нас окружает. Стена, лес. Поэтому тут ветра нет. Я понятно изъясняюсь? Надеюсь, да. Кувшинок много, но они нет. Кувшинка мрана еще, наверное. Одна кувшинка вот тут расцвела в середине. Вот, ребята, тут в прошлый раз я не мог пройти. И через мостик тоже, потому что шел ремонт. Вот ремонт закончился. Вон там розочки, по-моему, красивые. Как же мы можем пройти мимо розочки? Ну, это не очень, конечно. Но, тем не менее. Вот, мост теперь работает. Попробуйте. Так называемый мост вздохов. Построен в конце 19 века. Вел он в дороге по Молвке. То есть, опять, это для влюбленных и для новобрачных. Вот там есть интересная дорожка, по которой можно походить. О, там скопище какое, уточек. Кормежку устроили. Вот такой есть тут переходик, мостик. В тенечке классно. Можно перешлепать на ту сторону. А там, кстати, вон мосток такой еще маленький есть. Вот. Гуляем, отдыхаем. Вот, кстати, в эту сторону уйти. Там тоже есть такой переходик интересный. Через этот прудик. Ой, смотрите, вот попал в тень. И как сразу ярко зелено стало. Вообще шикарно. Как дышится здесь в парке. Классно. И поют, поют, поют птички. Ребята, когда я в прошлый раз снимал вот этот мемориал, эта братская могила советским воинам погибся при взятии города Кранца в феврале 45-го года. Так вот, ребят, я хочу сказать, кто вопрос-то мне задавал. Значит, все-таки здесь люди наши воевали. И здесь они пали. 800 с лишним человек. Здесь вот вечный огонь и захоронение. Там, кстати, вот и герой Советского Союза, Ткаченко, лейтенант. Так что, извините меня, все-таки, значит, исторически я был прав, когда говорил вам про это. Правильно? Я хочу пойти поздороваться. Вот, смотрите, что у нас тут вместо котика сделали. Был кот, который, как говорил наш великий художник, а теперь электромобиль. Я вас с удовольствием приветствую. Приветствую. Вы на своем месте. И этот электромобиль не просто так здесь стоит. Амберавка, твой новый гаджет. Записаться на тест-грайв. И можете потом прокатиться. Вот это здание долгое время реставрировалось. Смотрите, какое оно красиво стало. 906-го года постройка. Вот так потихоньку... Опа, и наше колесо обозрения видно. Так потихоньку у нас идет реставрация старого фонда. И становится все красиво. Здорово, молодцы. Не помню, ребят, с такого ракурса я снимал, по-моему, снимал. Мурариум отлично виден почти во всю свою красоту и высоту. А вот посмотрите, что у нас сегодня на курортном проспекте делается. Сейчас поближе подойдем, вы увидите воочию. Там миллион людей просто. В прошлый раз этого не было, я помню. Если бы ветер задул, они, наверное, все бы закрутились и начали добывать электроэнергию. Нет, вырабатывать. Ну, классно. Так ярко, красиво, да? Как будто все цветущее. Да. Одно из самых популярных созданий на курортном проспекте. Это наша туристка. Ну, и туристов сегодня, конечно, валом, как всегда. На берегу моря прохладно, там людей маловато сегодня, потому что ветер. А на курортном проспекте у нас всегда гуляет народ. Отдыхает и гуляет. Потому что это курортные проспекты. Здесь все для отдыха.